Всем привет! С вами Мистер Чейзер. Смотрите мой JustPlay канал. И сегодня, как обещал, видео на 700 подписчиков. Я покажу распаковку наушников Logitech G230. Сразу хотел извиниться за качество записи, потому что из всех устройств, которые у меня умеют записывать видео, только камера на телефоне, другого у меня ничего нет. Так что извините. Итак, давайте посмотрим, что же нам положили в коробочку, кроме еще наушников. Мне, если честно, немного неудобно. Ну, как сказать, немного неудобно. Мне вообще неудобно одной рукой это все делать. Это жутко неудобно. Все, открывать. Я, наверное, сейчас пропущу этот момент. Я их достану и вам покажу все, что было внутри. А еще, прежде чем я их достану, я хотел бы сказать еще то, что дизайн самой коробки очень напоминает дизайн коробки Razer Kraken Pro. Ну, то есть, тоже половина коробки открытая, половина коробки закрытая. Но здесь есть небольшое отличие в том, что у Razer вот все здесь сзади, вот эта вот часть была открытая. У Logitech здесь закрытая и здесь как бы вот только вот эта вот часть вот она открытая. Как бы, выглядит все равно прикольно, я не знаю, кто кого копипастил, но все вот эти коробочки, где показано то, что внутри наушники, выглядят довольно прикольно. Так. Так, и вот что нас ждет внутри. Собственно, сами наушники Logitech G230 с микрофоном, который по характеристикам примерно похож на микрофон Razer Kraken Pro. Здесь у нас руководство пользователя от все той же Logitech. Открывается все это дело, как я понял, вот так. Одной рукой, как это я уже говорил, делать не совсем удобно. Так, сейчас я, наверное, открою и опять возобновлю запись. Итак, вот эта фигня нам, в принципе, не нужна руководство пользователя. Кто ее вообще читает в наши дни? Вот сами наушники. Так, что хочу сказать. По дизайну они прикольные. Сейчас я их возьму в руки, наверное, или не возьму в руки. Что это такое? А на секунду. Что это за хрень тут держит? А, проводок. Сейчас. Одной рукой я это сделаю. Challenge accepted. Давай, скотина. Открывайся. Так. Взяли еще, закрепили это все дело. Красавцы. Хорошо комплектовали. Так. Наушники. Ну. Ну. Еще один проводок. Да вы издеваетесь. Так, ладно. Сейчас мы это все сделаем. Быстренько. Ммм. В какую сторону-то крутить-то? Ага, все, нашел. Нашел, нашел. Как говорит Глэдос, found ya. Или не Глэдос это говорила. В портале. Вроде татурили говорили. Я не помню. В общем, какой-то робот. Роботизированный объект. Так. Что я хотел сделать, это взять наушники в руку и навесы взвесить. И какие-то отличия между рейзерами провести какое-то отличие. Ну, в принципе, Logitech FTS, в принципе, хорошая компания, если честно. Она мне более известна, чем рейзеры. О рейзерах я узнал от друзей, от все того же PewDiePie, который довольно в многом количестве роликов светился с наушниками Logitech. Ой, Logitech. Рейзер Кракен. В принципе, эти наушники немножко легче, чем рейзеры. Рейзеры довольно тяжелые были. И это, если честно, плюс этим наушникам. Плюс зачастую в том, заключается в том, что чем наушники легче, тем они меньше давят на уши, на твою голову. В принципе, это хорошо. Так, что еще я заметил? Это то, что провод, сам провод оплетен такой как бы тканью, или как это правильно назвать. То есть, это хорошо в том смысле, что провод надежно защищен. То есть, у меня вот кошка дома есть, которая сейчас где-то скрывается. Я не знаю, где она бегает у меня по квартире. В принципе, хорошо это тем, что качество провода намного лучше, чем у рейзеров. У рейзеров был обычный, самый обычный провод. Ну, здесь вот, как я вижу, такая же проблема, как и у рейзеров. Это то, что штекеры, ну или как они там называются, они маленькие какие-то, детские что ли. Я даже не знаю, как это правильно назвать, обозвать. В принципе, они маленькие, но... Мне кажется, я не буду их постоянно туда-сюда дергать. Длина провода, как было написано, там примерно полтора метра, или где-то так. Давайте, в общем, сейчас я их раз... Вот эту штуку разберу и примерно на глаз окину, сколько там метров. В общем, развязав вот эту вот липучку, которая, кстати, не отсоединяется отсюда, возможно, потом уже будет как-нибудь отрезать, там, не знаю, от провода аккуратненько, что я, наверное, и сделаю, потому что мне она тут нафиг не нужна, она только мешается. Ну, как-то так. Сам провод, кстати, на удивление, тоненький, и это минус, потому что, ну, не надо такие тоненькие провода делать. Что ещё хотел сказать? Провод длиной примерно 2 метра, это, ну, не знаю, охренительно много, потому что мне буквально и метра хватает. Я не знаю, где у меня этот провод будет валяться. Наверное, где-то там под компьютером, где-то там внизу, где-то, не знаю. Посмотрим. Так, что хотел ещё сделать, это пощупать сами чашечки. Как они вообще мягенькие, там, не знаю, что там внутри. Ну, в принципе, что сказать, чашечки как чашечки. Мягкие, приятные на ощупь, их я ещё не одевал. Что насчёт микрофона? Микрофон у нас имеет 2 функции. Функция наверх, когда он, ну, поднят наверх, он выключен. Когда мы его опускаем, ну, то есть, для разговора, там, в скайпе, в играх и так далее, для общения, то есть, он включается. Не знаю, как это работает, я ещё не проверял, потому что я вот прям при вас тут наушники распаковал, посмотрел, что там внутри. Ну, в принципе, это я ещё проверю и запишу ещё после вот этого коротенького видео. Ещё одно видео, тест микрофона, там, расскажу о самих наушниках, о качестве их звука и так далее. Так как у меня были Razer Kraken Pro, и там качество звука было довольно охренительное, ну, у самих наушников, то... Также, что ещё есть... Это вот такая штука, как сказать, регулятор громкости и включение и выключение микрофона. В принципе, вещь полезная, особенно для тех, кто, например, общается по скайпу, и вдруг заходят там, не знаю, родители, и вам в случае нужно так, тиф, выключить микрофон там, чтобы никто не слышал крики ваших родителей, что это так долго за компьютером сидишь, пойди там, не знаю, кошку покорми или ещё что-нибудь такое. В регулятор громкости звука это классно в том плане, что не нужно постоянно в диспетчер Realtec лазить, или куда там регулятор громкости на компьютере и понижать, или там музыку делать потише, если вы играете, слушаете музыку, и вам там, не знаю, слишком громко, вы можете сделать спокойно потише. Также эту всю штукенцию можно, как видите, закрепить на одежде, это довольно удобно, и почему бы и нет, довольно стильно, модно, молодёжно. Сейчас я попробую как-нибудь одеть наушники, я себя, наверное, показывать не буду, зачем оно вам нафиг надо, неинтересно. Просто сейчас их оттяну и расскажу ещё буквально пару секунд впечатления от того, как они сидят. Ну, что сказать, наушники сидят очень даже классно, давайте я вам покажу коробочку, хотя бы, не знаю, надо что-то, ой, надо что-то же показывать. Наушники сидят на голове очень даже хорошо, микрофон немножко туда-сюда изгибается, это довольно классно, что позволяет как бы ближе его к рту подносить или дальше. В принципе, это очень классно, мне нравится. Я, если честно, сейчас не особо себя слышу, поэтому пытаюсь кричать. То есть, звукоизоляция хорошая в наушниках, они сидят, не давят на уши, это, в принципе, очень классно. Тебе нравятся наушники, да? Вот она, кстати, пришла. Да-да-да, привет. Так, Люси, отойди. В общем, что ещё хотел сказать, то, что на наушниках ещё крутятся сами чашечки, то есть, вот так вот наушники выглядят стандартно, но ещё можно чашечки вот так вот на 90 градусов покрутить и, например, куда-то там вниз сумки, или сверху сумки, ну, лучше сверху сумки, например, эти наушники положить, если вы хотите их взять куда-то с собой, в деревню, там, к бабушке, или ещё куда-нибудь, я не знаю. В принципе, это очень удобно. Рейзеры складывались вот таким вот образом, то есть, они вот сюда вот загибались. Это, конечно, не очень удобно было, но и на том спасибо, что рейзеры хоть об удобстве подумали. В принципе, наушники не давят, тут очень мягкое подголовье есть, эти уши полностью, у меня, так как, не очень большие уши, не как у чебурашки, уши полностью в наушнике там вот находятся, я не знаю, как это правильно сказать. В принципе, я тут уже натороторил на 9 минут примерно, я не знаю, что мне ещё сказать. Наушники мне пока по ощущениям нравятся, я их ещё потестирую, ещё посмотрю на них, и вот в этом видео объединю ещё качество звука микрофона, вы послушаете, и думаю, где-то сегодня-завтра видео вы это увидите, и будете знать, что эти наушники классные. Мне, если честно, определённо больше нравятся рейзеров, хотя бы даже по дизайну они выглядят как-то так более грозно, внушающе. Ну и, в принципе, из-за вот этой вот штучки они в большом плюсе по сравнению с рейзером. Не знаю, как я эти наушники проглядел, когда выбирал себе летом гарнитуру, но, в принципе, вот эти вот наушники, они мне больше нравятся, ещё, как видите, вот так вот они крутятся, чтобы регулировать положение у вас на голове. Ну, в принципе, на этом с распаковкой, анбоксингом, я не знаю, называйте как хотите. С этим, думаю, всё. Ещё раз извините за качество записи, так как я говорю, у меня единственное средство записи – это телефон. В принципе, вот так вот выглядят наушники, вот так вот примерно выглядит коробочка Logitech G230. Если кому-то интересно, характеристики я к ним напишу где-нибудь, там, не знаю, микрофон, он гнётся, это довольно классно, опускается, удобно. Единственное, мне кажется, минус – это то, что микрофон постоянно снаружи. То есть, если с рейзером я выходил на улицу и мог слушать музыку, то с джетеком, как бы это немного неудобно, такая антенна торчит, как будто с космосом связь ловишь, я не знаю. Ладно, в принципе, давайте приступим теперь к тесту записи микрофона. А наушники я вам никак, конечно, не передам, я только на словах смогу передать качество звука. Итак, давайте перейдём к этому теперь разделу. Итак, в принципе, вот так вот звучит микрофон, к сожалению, с шумом, потому что мне пришлось на микрофон поставить усиление на плюс 10 дБ, или как оно там правильно называется, плюс 10 dB, в общем-то. У меня в диспетчере звука Realtek написано. Если я не поставлю это усиление, то у меня буквально не будет слышно, потому что микрофон почему-то оказался тихим, он меня очень сильно разочаровал. И если у меня будет выбор в дальнейшем покупать какие ещё наушники с микрофоном, я обязательно возьму, опять же, Razer Kraken Pro. И вам советую, если вы выбираете себе игровую гарнитуру, берите лучше Razer. Несмотря на то, что они у меня сломались, и моё доверие к компании Razer резко пошатнулось, микрофон у них значительно лучшего качества, чем у Logitech, который я себе за место Razer по гарантии взял. В общем, сейчас у меня микрофон от наушников Logitech G230 Gaming, хотя без усиления вообще невозможно играть с такой гарнитурой. Так что наушники мне особенно понравились, вот сами наушники мне в принципе понравились. Мне не понравился только микрофон. Но учитывая то, что я выбирал себе наушники с микрофоном и обращал внимание в основном на микрофон, то здесь вот, можно сказать, для меня это большое разочарование. Ну, что имеем, то имеем, как говорится. Ладно, в общем, вот такой вот у меня будет голос, в общем, вот так вот меня будет слышно. Слава богу, мне не надо кричать, из-за усиления меня слышно хорошо. Я сейчас говорю спокойно, не крича, как это было раньше со старым микрофоном. Сейчас я говорю вполне спокойно. И это тоже хорошо, несмотря на шум. Ну, в принципе, я как думаю, если я буду записывать прохождение, а я буду записывать прохождение, куда же я денусь. В принципе, я буду делать чуть-чуть звук в игре потише, так как меня сейчас намного лучше слышно. Ну, как сказать, я имею в виду громкость. Я буду просто делать погромче звук в игре и думаю, звуки игры будут перекрывать звук шума. В принципе, я на это очень сильно надеюсь. А пока что на этом всё. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Ну, и там всё в таком духе. Всем пока и спасибо, что посмотрели это видео.